Благодарим Тебя, Господи! Удивительное учение о страданиях Господи. Насколько это драгоценно понимать это учение и находиться в правильном расположении сердца к тому, что происходит в нашей жизни. Спасибо Тебя, Иисус! Спасибо, Господи! У нас есть внутренний источник. Это Ты, живущий в нас. У нас есть сила воскрешенной жизни. И у нас также есть полное представление о Твоем сердце, что Ты, любящий Бог, и Созидаешь Свою семью. Слава Тебе! Благослови нас Ваим Иисусом Христа! Аминь! Итак, давайте мы пройдем через определенные пункты. Мы с Вами слышали некоторые вещи, которые мы уже слышали в занятиях в прошлом семестре, но мы с Вами добавим к ним некоторые вещи. Итак, Аминь, Вы со мной? Готовы? С чего мы начнем? Мы с Вами начнем со следующего. С утверждения, что мы с Вами... Давайте скажем так, что Триединство решило в своем плане дать нам свободную волю выбора. Итак, Триединство в своем плане решило дать свободную волю выбора. Первое – выбор согрешить. Второе – выбор стать искупленными. И третье – выбор страдать. Триединство решило в своем плане дать нам свободную волю выбора. Почему была дана свободная воля выбора? Потому что любовь требует, чтобы обязательно был выбор. Обязательно был выбор любить или не любить. И первое – выбор согрешить. Второе – выбор стал стать искупленными. И выбор – страдать. То есть выбор – согрешить. И это произошло в Едемском саду. Далее уже все раздались грешниками. И перед нами встал выбор принять искупление через жертву Иисуса Христа. Я поздравляю, что мы с Вами приняли искупление и стали искупленными через жертву Христа. И также в нашей жизни встает выбор. И я повторяю, что это выбор. Выбор – страдать или избегать страданий. Аминь. Вы со мной. Выбор – или страдать со Христом, или избегать этих страданий, питаясь от неправильного источника. Следующее, что мы можем сказать – это позиционная истина. Итак, позиционная истина верующего в Иисуса Христа. Я могу Вам сказать следующее, что без понимания и утверждения позиционной истины ни один верующий не сможет страдать со Христом в божественных источниках, через Божьи источники благодати. Без понимания позиционной истины ни один верующий не пройдет позитивно через страдания. Ни один верующий. Это очень и очень важная вещь. Пастор Стивенс говорит, что в Америке 95% всех церквей не понимают позиционную истину верующих. Вы представляете? 95%. Я знаю, что некоторые из вас пришли из церкви, где тоже понятия не имеют, не имели или не имеют, что такое позиционная истина верующего в Иисуса Христа. Это позиционная истина. Я могу вам зачитать, не обязательно записывать, но вы можете потом еще раз прослушать. Итак, позиционная истина – это наша точка отсчета в отношении всего, что происходит в нашей жизни. Если вы согрешили, вы возвращаетесь к позиционной истине. Если кто-то согрешил против вас, вы идете к позиционной истины как к точке отсчета, и вы возрастаете на основании позиционной истины. Это означает, без понимания позиционной истины мало что будет происходить в жизни верующего в Иисуса Христа. И дьявол позаботился о том, чтобы в 95% верующих церквях люди не знали, что такое позиционная истина. Вы представляете? 95% – это в Америке. У нас, я не знаю, конечно, есть и учения, которые знают, надеюсь, что есть учения, которые понимают, что такое позиционная истина. Как вы думаете, мне нужно сейчас пройти через некоторые пункты позиционной истины? Да? Хорошо, давайте мы пройдем. Итак, первое. Что такое позиционная истина? Это «я умер со Христом», и все эти глаголы находятся во времени аурист. Это означает, это уже было произведено в нашей жизни. Итак, «я умер со Христом», Римлянам 6.4, «я умер со Христом», далее «я был погребен со Христом», крещением «смерть», 4, то это также Римлянам 6.4, 6.3.4. Итак, «я умер со Христом», «я был погребен со Христом», «я был оживотворен со Христом», Ефесянам 2.5. Далее, «я был воскрешен со Христом», Ефесянам 2.6, и «я был посажен со Христом» на небесах, Ефесянам 2.6. «Умер со Христом», «погребен со Христом», «оживотворен со Христом», «воскрешен со Христом» и «посажен на небесах во Христе Иисусе». Итак, эти вещи уже произошли в жизни верующего в Иисуса Христа, и они никогда, я подчеркиваю, они никогда не дадут обратный ход. Это уже было сделано и было запечатлено. Аминь. И это было сделано, было запечатлено на веки вечные Духом Святым. Итак, это моя позиционная истина. Сюда также мы можем добавить с вами пункты. Позиционная истина – это вечная защищенность верующего в завершенной работе Иисуса Христа. Вечная защищенность верующего в завершенной работе Иисуса Христа. Что такое завершенная работа Иисуса Христа? И мы с вами часто говорим это выражение. Итак, это Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Евангелие от Иоанна, 19, 30. Иисус, воскликнув на кресте, совершилось, совершилось. Итак, всего три слова, которые в Библии совершилось, совершилось, совершилось. В этом случае, когда Иисус воскликнул на кресте, совершилось, все, что нужно было сделать для искупления и спасения человека, было сделано лично Иисусом Христом и только им. Аминь? Еще раз повторяю. Все, что нужно было сделать для спасения человека, для искупления человека, для оправдания человека, для прославления человека, было сделано лично Иисусом Христом и только им. Аминь. И это было сделано навечно. Совершилось. Это означает, что нам больше не нужно ничего, чтобы кто-то для нас что-то сделал. Все было уже сделано один раз и навсегда. Нам просто нужно услышать это, принять это, ходить в этом и благодарить Бога за это. Аминь. Мы никогда никаким образом не отплатим Богу за Его совершилось, потому что Он не сделал нас обязанными отплачивать Его. Он сделал нас теми, которым передал даром благодати спасение, чтобы мы с вами приняли Его, пользовались им, ходили в Нем и благодарили за Него во Веки Вечные. Аминь. Понятно? Это понятно вам или нет? Аминь. 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 Это понятно. 95% церквей не врубается. Что это такое? И это серьезная вещь. Мы с вами далее. Следующее. Когда верующий падает, он не упадет окончательно. Псалом 36, 24. Буду быстро говорить. Когда верующий падает, он не упадет окончательно. Притча говорит, упадет праведник семь раз. Сколько поднимется? Семь раз поднимется. Упадет праведник семь раз. Семь раз станет. А нечестивые впадут в погибель. Далее. Бог поддерживает верующего, когда он падает. Псалом 144, 14. Псалом 144, 14. И Псалом 117, 13. Псалом 117, 13. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Аминь. Как меня толкнули? Сильно толкнули меня. Правильно, да? А как вы думаете, могут нас сильно толкнуть, чтобы мы с вами упали? Могут толкнуть, но мы с вами не упадем окончательно. Господь обязательно поддержит нас. И это удивительно. Далее. Верующий запечатлен навечно в абсолютном искуплении. Верующий запечатлен навечно в абсолютном искуплении. Ефесянам 1, 13. Ефесянам 1, 13. В абсолютном искуплении. Следующее. Верующий сын Бога живого. И не может перестать быть сыном. Верующий сын. И не может перестать быть сыном. Не может. А если меня сильно толкнут, чтобы я сильно упал? Да так упал. А мы сейчас только прочитали, что верующий до конца не падает. Правильно, да? И это, и так же мы с вами сыны, и никто не может изменить это. Следующее. Верующий принял дар вечной жизни, и никто не сможет похитить его из руки Бога. Верующий принял. Приняли ли мы дар вечной жизни? А? Саша? ЦАП? Аминь. Приняли ли мы? Мы приняли. И никто не сможет похитить его из руки Бога. Иоанна 10, 28. Иоанна 10, 28 выучить наизусть. И помнить до конца. А конца у нас не будет, да? Отвечная жизнь. Следующее. Верующий сокрыт со Христом в Боге. Ой, как здорово. Сокрыт со Христом в Боге. И в Колоссяном 3, 3. Сокрыт со Христом в Боге. И в Колоссяном 3, 3. Следующее. Верующий посажет. Это мы уже говорили. Далее. Верующий. Новое творение навсегда. Все старое прошло. Новое творение навсегда. Все старое прошло. 2 Коринфянам 5, 17. 2 Коринфянам 5, 17. Следующее. Бог не может вменить верующему греха. Бог не может вменить верующему греха. Римлянам 4, 7. Римлянам 4, 7. Следующее. Позиционная истина. Это мы плоть от плоти его и кость от кости его. Ефесянам 5, 3. 5, 30. Извините. Мы плоть от плоти его и кость от кости его. Ефесянам 5, 30. Следующее. Мы соединены с ним в одном духе навечно. 1 Коринфянам 6, 17. Соединены с ним в одном духе навечно. А соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Мы были соединены с Богом навечно. 1 Коринфянам 6, 17. И еще давайте запишем, что я был крещен в тело Христа Духом Святым и един с ним. 1 Коринфянам 2, 12, 13. Я был крещен в тело Христа Духом Святым и един с ним. 1 Коринфянам 12, 12 и 13. Ммм, как здорово. И также позиционную истину в заключении мы можем записать с вами одним простым выражением. Во Христе. Аминь. 80 раз Павел использует это слово. Во Христе. Это значит внутри Иисуса Христа. Во Христе. Во Христе. Особенно послание Ифесянам просто напичкано. Во Христе. Во Христе. Во Христе. Во Христе. Вы знаете, это требует невероятного усилия со стороны верующего, чтобы пытаться вытащить себя из вот этого вот во Христе. Аминь. Верующие настолько, верующие предпринимают невероятные усилия в своем хождении с Иисусом Христом, чтобы вытащить себя из вот этого во Христе. Чтобы лишить себя позиционной истины, без которой никто не сможет пройти страдания к славе. Потому что все будут страдать и спрашивать Бога, зачем, почему, за что и так далее и тому подобное. За что, Господи, я же был таким замечательным верующим? И Господь говорит, ты наконец-то будешь обучаться в библейском институте или нет? Ты наконец-то уразумеешь библейскую истину о вечной защищенности и оппозиционной истины? Ты наконец-то поймешь, что такое страдание или будешь пыхтеть, как паровоз, когда что-то у тебя пошло не так. И так. За что, почему и так далее и тому подобное. Аминь, вы со мной? Разве это не серьезные вещи? Разве вы не привилегированные люди, зная эти удивительные вещи? Я говорю, с одной стороны, мы с вами привилегированные, а с другой стороны, что вы будете делать с этим? А? Когда вы услышали это и стали подотчетны. И уже нельзя сказать Богу, Господи, я не знал, не слышал. Нет, ты слышал. Сидел к осень числа? Шестое чего? Шестое февраля 2018 года от Рождества Христова. Замечательная группа учеников сидит на Библейском институте и слышит вещи, которые помогут нам пройти через все трудности в нашей жизни. Аминь. Без них бесполезно. Наша христианская жизнь не удастся без уразумения позиционной истины и без того, чтобы мы, что мы с вами, зная, что такое страдание, и мы с вами в свободной воле выбора делаем выбор страдать со Христом, но страдаем не своей силой и не из сатанинских источников, а из источников Божьего обеспечения воскрешенной жизни Иисуса Христа. Это не сложно? Нет. Повтори. Хорошо, давайте мы дальше проедем. Как он нам? Аминь. Вы, ваш дух, ваш дух возгрет или нет? Аминь. Все замолчают. Давайте мы скажем некоторые вещи, из-за чего страдают люди. И это, зная позиционную истину, не нужно в этом участвовать. Ни в коем случае не нужно. Первое. Итак, книга «Экклесиаст». Здесь написано, что Соломон страдал из-за неправильных решений в деталях жизни, из-за неправильных решений в деталях жизни. Детали жизни – это разные направления. И он говорит, я это сделал, дома построю виноградники, садил, шоу-бизнес у меня был, а Министерство финансов работало прекрасно и так далее и тому подобное. А все это что? Суета. Я страдал, я не мог, я вообще, я когда видел, что человек работал бизнесменом всю свою жизнь, накопил добра столько, а потом он умер и он не знает, кому это достанется. Представляете, да? Не знает. Он думает своим детям, а дети его ост... Ну ладно, хорошо. Итак, дальше. Люди страдают из-за чувства вины, подавляемого в их совести. Люди страдают из-за чувства вины и подавляемого в их совести. Это означает, что есть чувство вины и совесть говорить об этом, но они подавляют совесть и делают ее неспособной действовать, иначе говоря, это совесть сожженная. Сожженная совесть. Третье. И очень важное. Другие страдают из-за того, что они лишились благодати Божьей. Вы со мной? Евреям 12 глава 15 стих. Там написано. Наблюдайте. И здесь говорится очень-очень серьезно. Эпископео. Будьте очень внимательны. Будьте очень внимательны. Смотрите. Чтобы вы не лишились благодати Божией. Потому что обязательно горький корень возникнет. Если я живу под законом, обязательно горький корень возникнет. И осквернит не только меня. Он осквернит мою семью. Осквернит церковь. В некотором смысле этого слова. Аминь. 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 И мы говорим. Спасибо Господь. Изобилие благодати во многих производит благодарение Богу. Что производит изобилие благодати? Благодарение Богу. Аминь. Если я не благодарю Бога, что-то во мне не то. Значит, по-моему, я лишился благодати. И очень скоро в моей душе возникнет корень горечи. Это означает, это физиономия кислая постоянно. И недовольный. Дальше. Следующее. Значит, страдание из-за того, что человек, верующий, отпал от благодати Божией. Галатам 5 глава 4 стих. Отпал от благодати Божией. Что такое отпал от благодати Божией? Некоторые люди говорят, что человек потерял спасение. Но так и хотят это самое. Через каждое это. Человек потерял спасение. Вы слышали еще с того, пастор Стивис? Что? Значит, потеря, спасение, это самая невероятная сатанинская ложь в истории человечества. Вы со мной? Самая невероятная сатанинская ложь. Это абсолютно из его природы идет. Абсолютно, чтобы разрушить верующего в Иисуса Христа. И чтобы он находился здесь и ничего не понимал. Итак, мы с вами не отпадаем от благодати Божией. Мы здесь, мы видим с вами, итак, это 5 глава, да? 4 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Мы с вами ходим в духе, и поэтому в духе вера действует любовью. Дальше пошли. Следующее. Люди страдают из-за инфекции в их душе. Ефесянам 4 глава, 17 и 21 стих. Инфекция в душе человека. Ефесянам 4, 7, 21. Ефесянам 4, 7, 21. И также запишите Евреям 13, 9. Евреям 13, 9. Евреям 13, 9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодать и укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользу занимающиеся имя. Аминь. Учениями разными и чуждыми не нужно укрепляться. Там есть инфекция, которая может войти в душу верующего Иисуса Христа и поставить много вопросительных знаков. Аминь. Вы со мной? И мы с вами не нужны нам эти страдания от этой инфекции. Правильно, да? Лучше одеть духовный респиратор или как там, или духовный противогаз, чтобы никакая инфекция. Нет, не нужно. Да. Если хочешь сказать мне про благодать, давай говори, не нужен мне твой закон. Кстати, замечайте, с кем вы проводите время. Аминь. Иоанн говорит, что если человек не приносит вам здравого учения, то нечего с ним разговоры говорить. Почему? Потому что они не нейтральные, эти разговоры. Они обязательно зацепят вас, и вы будете ночь об этом думать. А потом придете к пастору и скажете, пастор, а как же это так? Я же всю ночь не спал. И опять зарываю деньги, правильно? Кто не понимает этого дорожения? Опять все сначала. Павел говорит, я боюсь, не напрасно ли я у вас трудился здесь? Целые 18 месяцев в церкви, в Каринфе. Нет, не знаю, в Галате сколько он там был, это в Каринфе 18, а в Галате тоже, наверное. Я смотрю на вас, Галаты, не напрасно ли я у вас родился? Опять мне что ли в родах участвовать, чтобы вы, да духовный человек у вас родился, наконец-то? Зачем вы, начав духом, возвращаетесь к плоти и всячески отталкиваете благодать Божью, лишая себя благодати Божией, отступая от благодати. И проводите время с законниками, которые говорят, ооо, да, Павел это вообще не конкретный человек, это самозванец, и он никогда там не представляет. Он, кстати, не был из апостолов, которые ходили с Иисусом Христом, да и вообще он. А вы знаете, что Павел в некоторых посланиях защищает свое апостольство? Читали? Как вы думаете, он делает это для себя, чтобы я что-то не понял, я апостол? Нет, это он делает для нас с вами, и для защиты благодати. Потому что он лев в благодати. И Петру говорит, эй, Петр, если ты иудей, то не принуждай язычников жить по иудейским правилам. Потому что послание Галатам 2 глава говорится, что Петр пришел и в Антиохии там, и с отца там отца не пригубил. Ну, вы меня понимаете, Антиохия, это Антиохия сирийская, это не иудеи, это ближе к Дамаску. И там язычники, там какой-то нигер там был еще, ну прочитайте там, ребята. Они отовсюду. И Петр пришел, сидит за столом со всеми, а потом и Иаков пришел, и иудеи из Иерусалима, и он такой, опаньки, все, и с иудеями за них стал, кошерное, некошерное, и так далее. Петр встает, говорит, ты не по евангельской истине поступаешь. Можно было сказать, Павел, ты кто? Ну, Петр, это же Петр, ключи-то отца у него в кармане уже, которые он потом передаст, ну ладно. Хорошо, дальше. Итак, что мы с вами сказали? Страдания нам не нужны из-за инфекции. Следующее, очень часто люди страдают из-за крушения нации. Это просто невероятно, это прям сейчас, это в наше время. Крушение нации, когда нация или народы временно теряют нормы и стандарты совести. И то, что мы видим с вами, что нации унижаются, что народы падают, что они не понимают, что происходит. Нет стандартов, даже на уровне морали нет стандартов, не говоря уже о стандартов духовных. Далее, мы с вами еще одно прочитаем. Итак, не так, нет, хватит. Хватит, достаточно. Знаете, что мне еще понравилось в отношении оппозиционной истины? Может быть, вы не заметили, я вам прочту. Итак, один известный проповедник в Лондоне каждое утро в воскресенье, перед тем, как начать проповедь, говорит, Отец, посмотри на своего Сына сегодня, чтобы не видеть меня. Аминь. Здорово. Посмотри на своего Сына Иисуса Христа, чтобы не видеть меня, потому что я сокрыт в Нем. Потому что если ты на меня посмотришь, я имею в виду, без Иисуса Христа, то перед тобой не устоит никакая плоть. Он говорит, посмотри на меня и продолжай смотреть на меня, как на своего Сына Иисуса Христа. И Отец говорит, я вижу в тебе только моего Сына Иисуса Христа. И также Псалом 83, 10 стих, Псалом 83, 10. Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего. То есть, приникни и посмотри на своего Сына, а я нахожусь в Твоем Сыне. И поэтому я могу принять и жить силой Божией в страданиях и согласиться участвовать в них. И давайте мы с вами перейдем и скажем некоторые вещи. Итак, еще одно хорошее изречение. Не то, что вы делаете, дает вам успех, но то, кто вы есть. Здорово. Не то, что вы делаете, дает вам успех, но кто вы есть. Вы когда-нибудь знакомились с людьми, да, в бане, например, или в фитнес-центре. Меня зовут Владимир, а меня зовут Петр, я полковник в Оставке. Или, например, а меня зовут... Я там занимал какой-то пост. Итак, люди, они хотят представить себя через то, что они делают. Аминь. Значит, так не работает во Христе. Мы с вами, то, кто мы есть, дает нам успех. И, значит, далее. Мы с вами давайте затронем следующее. Если в верующем нет учения Библии по категориям. Это настолько важно. Если в верующем нет учения по категориям. Все понимают слово категория. Учение по категориям. Я вам скажу. Итак, в нашей жизни очень много различных областей. В нашей жизни. Итак, слово Божие, которое направлено к определенной области нашей жизни, является категориальным учением Библии в отношении области нашей жизни. Понятно? Или нет? Итак, например, область нашей жизни – брак. Есть слово Божие, которое направлено, именно точное слово Божие, которое направлено на эту область. Далее, финансы. Есть точное слово направленное, есть точное слово, которое говорит о наших финансах. Есть о страданиях, есть о воспитании детей, есть о воспитании детей, есть о работе, есть о работе. Все области жизни, которые могут быть в нашей жизни, для них в Писании есть конкретное и четкое слово от Иисуса Христа, и это называется категориальной доктриной. Есть еще кардинальные доктрины, десять их, я не буду говорить, но десять кардинальных доктрин, это основание нашей веры. И мы с вами, как-то у нас был курс, обзор доктрин. Итак, слово, если верующим нет учения Библии по категориям, где заповедь на заповедь правила, на правила утверждения, в вашем уме тогда любые происходящие страдания ведут верующего к трем ресурсам вне обеспечения Бога. Итак, если в нашем сердце нет Слова Божия для каждой категории моей жизни, то тогда, значит, это ведет меня к трем ресурсам вне обеспечения Бога в моих страданиях. Первое. Сублимация. Все понимают, что такое сублимация? Сублимация – это замещение страданий через другие источники. Давайте мы с вами скажем некоторые. Итак, сублимация – человек начинает пить, курить, становится аморальным. То есть, вот эти вещи – алкоголь, наркотики, аморальное поведение – становятся отдушиной для него. То есть, он через это находит утешение для своей падшей души. Он делает замещение. Итак, у человека, у которого болит душа или нестабильная душа, часто он приходит к следующему. Он начинает пить, чтобы сублимировать, то есть, это на некоторое время, чтобы боль в его душе была, значит, угашена. Аминь, вы со мной? И это происходит совсем на короткое время, и этому человеку обязательно нужно не сублимация, а исцеление его падшей и раненной души, которая произойдет только через принятие Иисуса Христа и через изучение Слова Божия в Духе Святом. Следующее – эмоционализм. Второе – это второй ресурс вне обеспечения Бога. Эмоционализм. Человек ищет эмоции везде. В принципе, у меня нет слов по этому поводу, просто человек ищет эмоции. Откуда эмоции? Да, вы знаете, наш мир только и завязан на том, чтобы где-то получить эмоции. Эмоции от секса, эмоции от, значит, видов спорта, как это называют, экстремальных видов спорта и так далее. Через какие-то вещи, через какие-то… Вы слышали, да, что среди школьников есть такие, какая-то игра, как она называется, что перед машинами или перед поездом, значит, пробежал, и все снимают на это и говорят, ой, как круто он пробежал. Что это такое? Это эмоциональная подпитка, что люди ищут эмоции, начиная с любого возраста. Я имею в виду, когда человек уже осознает, и он уже более-менее понимает, что происходит, начинает искать эмоции. И поэтому никто не хочет ждать брака. Аминь, вы со мной? Все ищут постели. Никто не хочет ждать нормальных взаимоотношений. Все хотят сразу лечь в постель. И там получить эмоции, но мы с вами… Ой, слушайте, время… Аминь, вы… Да? Ну, что произошло в 12 главе 2 Царствия, когда Амно влюбился в свою сестру, и любовь его была такая, что он ни есть, ни пить, ничего не может. Но там был один хмырь, который прополз в его, якобы его друг, и говорит, о, я знаю, что нужно сделать с Фомарио. Ты давай вызвал, короче, он там расклад дает, и когда он с ней переспал, то там написано, что его великая любовь. В кавычках, я имею в виду эмоциональная его любовь, которую он вообще прям не мог, прям он это самое, не мог, не мог, не мог. Вот, она превратилась в ненависть. И он выгнал ее от себя. Интересно, да? Выгнал ее от себя. Так что тот человек, который ищет эмоционального наполнения через секс, будет выгнан. Аминь, вы со мной? Или имеет опасность быть выгнанным? Который не хочет дождаться и не хочет получить жену или мужа в определенное время. Аллилуйя! В определенное время, которое Господь приготовил. Нужны ли нам эти страдания? Нет, не нужны. Потому что у нас есть Слово, которое говорит нам и ведет нас, и исцеляет нас. Слава Богу! Итак, эмоционализм, это понятно. Если у меня есть эмоции, значит я на коне. Если у меня нет эмоций, значит я под конем. Ладно. Третье. Веткая греховная природа плюс человеческое добро. Невероятный, а также невероятный, невероятный ресурс сатанинский. Веткая греховная природа, которая хочет делать человеческое добро. Если мы посмотрим с вами на действия этого мира, то люди, конечно, хотят добрые вещи делать, да? Но если там нет Духа Господня, и даже в церкви человек хочет делать добро, если там нет Духа Господня, и если он не знает позиционной истины, не отдыхает в вере, то тогда он будет делать человеческое добро в силе веткой греховной природы. А это будет что? Какой незнайки. Правильно, да? Кто совершит три хороших поступка? Ну вот он и начал их совершать. И чуть весь город, вернее развалил весь город. Это означает, что человек, делающий добро в соединении с веткой греховной природой, получается что? Что? Сатанинское зло. И Иисус говорит, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что... Да? Человеческое. Далее. Давайте мы... Я прочту вам очень интересную вещь. Что происходит в испытаниях, когда у нас правильный ресурс? Что происходит в испытаниях, когда у нас правильный ресурс? Первое. Бог являет свою природу в нас через освящение. Бог являет в нас свою природу через освящение. Следующее. Дух Святой оживотворяет записанное в нашем сердце Слово Божие. Оживотворяет записанное в нашем сердце Слово Божие. Следующее. Святой Дух берет учение и внедряет его в нашу жизнь. И Иисус говорит, слова, которые говорю я вам, суть Дух и Жизнь, Иоанна 6,63. Следующее. Слово и Дух производят невероятную энергию в покое веры. Очень хорошее определение. Слово и Дух производят невероятную энергию в покое веры. Внутреннее обеспечение с лихвой восполняет внешние страдания. Очень хорошее. Внутреннее обеспечение с лихвой восполняет внешние страдания. Это означает, что внутри нас достаточно ресурсов для всех страданий, которые происходят вне нас. То есть окружают нас. И они могут быть со всех сторон, как было сказано. И они могут быть короткое время или продолжительное время. Но все равно мы с вами действуем в Духе Святом. И это очень хорошо. Далее. Цель нашего испытания. Первое. Цель нашего испытания – вечное благословение. Вечное благословение. Следующее. В цели нашего испытания. Испытание драгоценность для нас. Испытание драгоценность для нас. И человек может сказать, да вы ненормальные вообще. Правильно, да? Вы ненормальные. Я согласен, мы с вами ненормальные для этого мира. Почему? Потому что этот мир всячески хочет избежать испытаний и проблем, но в то же время постоянно наступает на те же самые грабли. Аминь. Дальше. Цель испытания. Цель испытания отделить нас для следующей степени славы. Цель испытания отделить нас для следующей степени славы и продвинуть нас в ангельском конфликте. Итак, ангельский конфликт это когда мы с вами проходим через страдания, где Господь выставляет нас на передний план и являет свою природу перед ангелами и демонами. Аминь. Вы со мной? Итак, Господь никогда не поставит незрелого верующего в ангельский конфликт. Даже больше скажу. Господь никогда не поставит верующего неукрепленного в позиционной истине в ангельском конфликте. Почему? Да потому что там не на чего будет смотреть демонам и ангелам. А обязательно Господь поставит своего зрелого человека, укрепленного в благодати, и который знает, что такое позиционная истина, и который славит Бога и благодарит Бога и наслаждается жизнью благодати. Господь может поставить этого человека. И я уверяю вас, там будет что посмотреть ангелам и демонам. Там будет что посмотреть. Аминь. Далее. Следующая цель испытания. Бог вырабатывает в нас способность, чтобы мы во всякое время находились в покое веры. Бог вырабатывает в нас способность, чтобы мы во всякое время находились в покое веры. Здорово. В покое веры. И мы закончим вот этими следующим отрывком. 2 Коринфянам 13,8. 2 Коринфянам 13,8. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божью, на славу Господнюю. И здесь пояснение. Это природа Бога, явленная в Писании, отражающаяся в нас. Итак, слава Господня, это природа Бога, явленная в Писании, отражающаяся в нас. Это природа Бога, явленная в Писании, отражающаяся в нас. Мы же все открытым лицом, как зеркало, взирая на природу Бога, явленную в Писании, отражающуюся в нас, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Что такое от славы в славу? Это означает, когда я сталкиваюсь с испытанием, и будучи обучен учению об испытаниях, прохожу это испытание в положительном волеизъявлении в Духе Святом, то мне обязательно будет добавлена мера славы. Аминь? Итак, от славы в славу, от славы в славу. Это означает, мое душевно-духовное тело Откровения 6.9 будет все больше и больше приобретать славы, которая потом передастся моему воскрешенному физическому телу. И мы с вами будем сиять, как звезды небесные, навеки и навсегда. Аминь? И это будет слава Иисуса Христа. Далее. Когда приходит испытание, душа отделена в Слове Божьем, и Слово Божие дает развлечение, что это испытание, и Дух дает вам покой, говоря, Бог продвигает тебя, так что ты сможешь расслабиться. Аминь? Бог продвигает тебя, так что ты тоже можешь расслабиться. Так что ты можешь расслабиться. Это означает, когда у меня, не нужно мне, если я согрешил, и у меня могут быть проблемы и последствия, это не испытание, это моя глупость. Но когда мы с вами проходим через испытание, мы говорим, аминь, Господи, ты продвигаешь меня, и ты, я могу расслабиться в покое веры, ты пронесешь меня через испытание на своих крыльях. И если ты не дашь мне сверх сил, потому что обязательно дашь ободрение через людей, через тело Христа, Духом Святым, через Слово Божие, через духовную жену, через духовного мужа, через духовных детей и через духовного начальника, который повысит вашу зарплату. И все сказали, уааааааа. Ссылку давали второй коринфинум 13-8, там неправильно суббит. 3-18. 3-18. 3-18. 3-18, да. Первое коринфинум 13-18. в старом году. Хорошо? Ой, в старом году. Короче, мы уже запутались, надо заканчивать. Отец наш небесный, распусти нас миром во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе за все. Аминь.